На 1982 году ушел из жизни выдающийся карачаевский прозаик и драматург. Народный писатель Карачаева-Черкесии, журналист, редактор отдела газеты «Карачаев» Белял Дубаевич Апаев. О творческом пути писателя в материале Мурата Джанкёзова. Первые произведения Беляла Апаева увидели свет на страницах карачаевской газеты в 1958 году, а первая книга вышла в 1964-м под названием «Родине». Белял Дубаевич – автор двух десятков книг и более 20 пьес. Его стихи и прозаические произведения стали первыми драматическими произведениями литераторов республики, которые переводились на русский язык и стали достоянием всесоюзного читателя во многих городах и селах огромной страны. Я играл и в сказках, и в комедиях, и в драмах. Он жил с театром вместе. Он не только был драматургом, он был писателем, поэтом. Он автор более 30 песен. Он сам на свои пьесы писал тексты песен и музыку песен писал. 81 театров в Советском Союзе поставили его пьесы, переведя на свой язык. 38 переводов на свой язык его пьесы перевели. Творческое наследие Апаева – это десятки пьес и стихотворений, рассказов, повестей и романов. Им создано около 30 песен и танцевальных мелодий. На его стихи писали музыку известные композиторы – Маджит Нагалиев, Марат Качкаров, Ибрагим Джабаев и другие. Он сам хорошо играл на струнных инструментах. Белял Апаев окончил Карачаевский госпединститут, окончил высшие литературные курсы и стал первым дипломированным драматургом. Все писатели наши, карачаевские, по крайней мере, начинали как поэты, кроме Хасана Апаева, классика нашей прозы. Я тоже стихи писал, старался, по крайней мере, писать. И книжка вышла, в сборниках вышли стихи. Потом прозу начал писать, рассказы, повести. Тоже вышли книги. И вдохновила на прозу вот эта первая любовь детективная, этот роман. Его очень хвалили. А после него «Три матери» – это трагедия. Несмотря на почтенные годы, Белял Апаев до последнего оставался в строю. Работал заведующим отделом культуры газеты «Карачай». Больше десяти лет был главным редактором международного журнала «Золотая площадь», который выходит на нескольких языках мира. Он был очень мягкий, добрый. Никогда ни с кем не ссорился. Он делал свое дело. Я от имени Карачайского театра, Балкарского театра, да и всех людей, которые его знали, я искренние соболезнования приношу его близким и родным. Пусть земля будет ему плохом. Без сомнений, с уходом из жизни такого талантливого человека карачаевская литература и журналистика понесли большую невосполнимую потерю. Память о Беляле Апаеве навсегда сохранится в сердцах благодарных зрителей и читателей. Мурат Шенкезов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.